МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Екатерина Скрынникова, 15 лет, в село Уютное, Сакский район. Катя с детства активный творческий ребенок. В полгода девочка начала танцевать, позже петь и писать стихи. Диагноз «сахарный диабет» поставили два года назад. Это совсем другой образ жизни, самоконтроль, диеты. Катя научилась с этим жить, ведь рядом были близкие люди. Нам поставили диагноз, было очень тяжело. Сейчас немножко мы уже вошли как бы в колею, мы знаем, что делать с диабетом. Вот, единственное, что, ну, трудности в том, что диета по часам, питание и инъекции инсулина, конечно, это немножко напрягает. Но ничего, мы справляемся, Катюшка у нас, она хоть худенькая, маленькая, хрупкая, но стержень в ней такой крепкий. Катя – пример не только для сверстников, но и для любого взрослого. Болезнь не выбила из колеи. Трудолюбивая и целеустремленная девочка не перестала заниматься в музыкальной школе, хореографией и вокалом. Замечательный ребенок, который боец, ее бы, вот не каждый взрослый в ее положении сможет так себя вести. То есть у нее столько силы, у нее столько эмоций. Этот ребенок и поет, и танцует у нас. И любой фестиваль, она, как и все дети, ни в коем случае не показывая о том, что она является инвалидом, то есть она, как все дети занимаются, такой трудоголик. Репетиции проходят и на выходных, и в праздники. Как результат – многочисленные победы на конкурсах, в том числе и международных. При этом в школе успевает учиться на пятерке. Вся жизнь в движении. Во всех конкурсах, в которых участвовала Екатерина, она занимала призовые места. В основном это были лауреаты первой степени. Иногда, конечно, и второй, но в основном это лауреаты первой степени. В семье Скрынниковых трое детей – Екатерина старшая, Елизавета средняя, Анастасия младшая. Сестрички всегда вместе – поют, танцуют, играют на музыкальных инструментах. Старшая сестра – для них пример в учебе и в творчестве. Победа Екатерины – хорошая мотивация для младших. Больше всего в жизни Катя любит размышлять о будущем. Мечтает поехать в Париж, вдохновиться его атмосферой. Но обязательно вернуться и стать по-настоящему полезной здесь. Я хочу стать учителем начальных классов, потому что я очень люблю объяснять, работать с детьми. И также я хочу стать актрисой, потому что сейчас я занимаюсь творческой деятельностью, хореографией, вокалом. И также я очень хорошо запоминаю текст. В прошлом году Екатерина стала лауреатом премии общественного признания «Преград нет». Получила кубок и диплом за силу духа в преодолении всех преград из рук главы Республики Крым Сергея Аксенова. И теперь с полной уверенностью заявляет – для нее преград нет. Редактор субтитров А.Семкин